Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сегодня я хочу показать новиночку от Тайм Триала. Вот такой маленький сверточек, размером, ну, чуть больше двухлитровой бутылки. Это новый Пакрафт. Называется он Спутник Изи. Вообще, очень легкий, он пушинка, он маленький. Вот. Его еще сильнее можно сжать, он может стать еще меньше. Так что же это такое? Очевидно, что эпидемия, которая происходит сейчас, она ударила не только по здоровью, но и по кошельку нашему. Поэтому было принято решение сделать очень дешевый, очень удобный, очень практичный Пакрафтик. Для тех, кто сейчас, например, не может позволить себе полновесный Спутник. Давайте сейчас посмотрим, что это за Пакрафт. Надуем его и пройдемся на нем по воде. Для начала накачаем Пакрафт с помощью мешка-насоса, а потом я расскажу об особенности его конструкции. Реально пушинка. Вот если его бросить, он не падает, он планирует. А если кинуть, полетит? Ишь ты, летает. Он такой легкий, что буквально летает, смотрите. Рассказываю, что он из себя представляет. Это корпус от Пакрафта Спортпак. Это такой более спортивный, более заостренный, более быстрый корпус, который используется для спортивных целей. То есть для прохождения категорийных порогов и прочих бурноводных развлечений. Из-за того, что корпус спортпака меньше, диаметр баллонов у него немножко меньше, сам Пакрафт получился очень легким. Основное же отличие находится со стороны днища. Как мы помним, у спутников днище заходит за среднюю линию баллона и защищает полностью низ баллонов. Это очень важно для тех, кто боится проколоть тонкую ткань Пакрафта. Поэтому тем, кому нужна надежность, лучше, конечно, выбрать спутник. Здесь вклейка днища сделана, как у Пакрафтов других производителей, с небольшим заходом на днище. Это тоже дает определенные плюсы. Легкость. А также, если посмотреть с этой стороны, вклеивание днища происходит по высокой линии. То есть, вот в эту щель между баллоном и днищем камушки, песочек не попадут. Здесь стоит уголковая лента из толстой ткани, которая дублирует шов и делает его особо прочным. И получается отсутствие кармана, в который попадает мусор. Я знаю, что вот такую вклейку днища вы очень давно хотели, но у нас есть несколько другие соображения по поводу этого. И мы решили сделать эту вклейку днища вот на этом Пакрафте. Классические спутники оставим со старой вклейкой. Старая вклейка, она обеспечивает лучшие скоростные данные. Старая вклейка обеспечивает лучшую защиту днища. И старая вклейка, она очень трудоемкая. И она очень сильно удорожает стоимость Пакрафта. Именно из-за этого спутник Изи получился таким недорогим. В комплекте, как видно, еще идет сидушка типа домик. Почему домик? Потому что она имеет форму домика. Это очень легкая сидушка, она весит меньше 200 граммов. С ней этот Пакрафт такой же невесомый, как и без нее. Давайте же посмотрим, как он будет вести себя на воде. Кто меня знает, в курсе, что я очень большой. И в этом Пакрафте может показаться, что мне тесно. Но на самом деле я вполне комфортно в нем разместился. Конечно, в танке, это рыболовный большой Пакрафт, мне комфортнее. Он длиннее, почти на 40 сантиметров. Пошире немножко. И места там, конечно, больше. Но, тем не менее, я тут разместился. Шикарно идет. Смотрю на осадку. Ну, тут и на треть баллона не притопило. Я вешу 120 килограммов, наверное, в одежде. 125. Мерилом грузоподъемности является осадка лодки на половину диаметра борта. Здесь же лодка осела, ну, максимум на четверть или на треть, может быть. Скорее, ближе к четверть. То есть запас по грузоподъемности еще есть. С другой стороны, к чему нужна такая грузоподъемность? Сидеть в спине удобно, как на спутнике, потому что горбик может быть только чуть-чуть ниже, чем у стандартного спутника. А так вот сидеть удобно, как в кресле. Что касается остойчивости, ну, вот я его сейчас поболтаю. Да, примерно как у спутника. Он может быть поуже спутника на несколько сантиметров. Но не сказал бы, чтобы это было важно с точки зрения остойчивости. У этого Пакрафта есть три существенных плюса по сравнению с другими Пакрафтами. Первый плюс – это его легкость. Он легче, чем те же спутники. Второй его плюс – это цена. Он дешевле, чем все спутники. Третий его плюс – это вклейка днища по высокой линии. Значит, туда, под баллоны, не будет забиваться грязь. На самом деле это просто страшилка, и забивание грязи туда ничем не грозит. Но поскольку народ такое хотел, народ такое получил. Но надо сказать, что не зря спутник обычный. Он существенно дороже, чем этот Пакрафт. Потому что у этого Пакрафта есть определенные конструктивные упрощения. Низ надувных баллонов у этого Пакрафта не защищен по сравнению, например, с Пакрафтами спутник. У Пакрафта спутник баллоны закрыты прочным днищем, и поэтому ему не страшны подводные препятствия. Он спокойно может ходить в шкуродерных местах, и даже в какой-то мере может наскакивать на стекла, на какие-то металлические обломки, и ничего днищу не случится. Скорее всего, такой же наскок на этом Пакрафте приведет к разгерметизации. Потому что донышко не защищено. Впрочем, у большинства Пакрафтов других производителей все то же самое. Донышко приклеено по какой-то минимальной площади, и низ баллонов не защищен. Еще одна особенность. Такое вклеивание днища, оно немного ухудшает гидродинамику лодки. Вот в этой лодке этот недостаток компенсирован. Потому что корпус взят от спортпака, который является более скоростным, более спортивным типом корпуса. Ну и понятное дело, что по сравнению со спутником, этот Пакрафт меньше, имеет меньший диаметр баллона, имеет меньший размер кокпита. И поэтому по вместительности, по мореходности он, конечно, спутнику уступает. Ну и теперь о конструкции лодки. Лодка сделана из ткани ТПУ. Это термопластичный пулюретан на нейлоновом корде. Плотность ткани около 270 граммов на квадратный метр. Днище же сделано из ПВХ ткани плотностью 650 граммов на квадратный метр. Поскольку площадь днища очень небольшая, поэтому разница, например, с 550 тканью, которая часто идет на днище, небольшая. Но 650-я все-таки будет попрочнее, она все-таки получше защищена. И это хорошо. Лодка сварная. Корпус лодки сварен горячим воздухом. В отличие от клеевых швов, сварные швы гораздо надежнее. Они не деградируют от времени, они выдерживают сильный нагрев, например, под палящими лучами солнца, без их ослабления. Еще очень важное замечание. Покрафт Спутник Изи может не быть постоянно в ассортименте Тайм Триала. Почему? Потому что мы пошли на определенные жертвы, сделав бюджетный, недорогой Покрафт. Поэтому, если вы сегодня видите эту лодку в продаже, то лучше всего ее сразу же и купить. Потому что завтра ее может уже не быть на какое-то достаточно продолжительное время. Мы, конечно, не будем снимать ее с производства, только что поставив ее в серию. Но делать какие-то паузы между партиями мы будем. Однозначно лодочка хороша. Вот, отлично, сходил на воду, получил удовольствие. Покрафтик показал себя отлично. Ну и теперь можно собираться домой. И сейчас вы увидите, как этот Покрафт быстро превратится в маленький-маленький сверточек. Вот и все. Все, пара минут, и мы уже не на воде, а со свернутой лодкой готовы идти на базу. С вами был Андрей Санар. На Покрафте Спутник Изи подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Тайм Триала. Всем пока!